Здравствуйте, Дашкент, Узбекистан, я вас приветствую. Взаимно. Ассалам алейкум, это не у вас или у вас? У нас. Малейкум ассалам. Ну, там же как-то Узбекистан, Таджикистан, Гиргизстан, оно как бы схоже, но все равно разница есть. Разница есть. Каких-то буквок, да? Да-да-да, и даже в Таджикистане там совсем по-другому немножко. Ну, очень похоже. Ну, да-да. Меня зовут Искандер, как к вам обращаться? Ну, Александр, у меня, блин, у меня родители, когда меня называли, они не знали, что мое имя будет так плохо звучать сейчас. Но уже ничего не сделаешь и принимаешь жизнь такая, какая она есть. Меня зовут Сергей. А чем вам не нравится Сергей? Ну, сэр и гей. Да нет, господи. Я все время думал, я все думал. Вы живете в таком городе, блин, в отчине ВДВ, блин. О чем вы говорите? Да нет, я живу в городе не ВДВ. Знаете, я живу в таком городе? У нас Есенин, Паустовский, Мичурин, Павлов. Вот какой город. А ВДВ это так, знаете. Вот на ВДВ, да. Назовите мне хоть одну операцию военную, где полк, ну, к примеру, там, три тысячи человек сразу с техникой выбросили куда-нибудь, захватили плацдарм или там что-нибудь завоевали. Ой, ну, я не такой знаток каких-то военных. Нету, нету такой операции. И с парашютами сейчас никто не прыгает, и технику не бросают. Почему, говорит, с парашютами не прыгают? Боятся, блин. Нет, 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 дело не в этом. Техника так шагнула вперед, что радары и ракеты с аэродрома не взлетишь. Собьют сразу. Поэтому я думаю, что я имею отношение к воздушно-десантным войскам, поэтому я считаю, что это училище надо закрывать. Надо переоборудовать его в операторов дронов всех. Пользы будет больше. Но навыки рукопашного боя, то, что преподают ваши училищи... Знаете, навыки рукопашного боя, это по сравнению с воздушно-десантной подготовкой. Для того, чтобы уложить парашют, к примеру, нужно трехмесячный курс пройти. Потом после каждого прыжка парашют имеет девять этапов укладки. Потом нужно подготовиться, потом нужно самолет заказать, потом топливо, пилотов. Потом они прилетают, загружают, потом опять летят. Это расходная часть. Ого, какая! А получается, что это все впустую. Я недавно был в училище воздушно-десантном. Вы знаете, что я там увидел? У меня прям нарушение сознания произошло. В казарме у них есть умывальник и туалет, ну там рядом. Ну, понятно. Я захожу в умывальник, а у них там кран, ну, с водой. И красненький, и синенький. Открываю красненький, горячее течет. Открываю синенький, холодное течет. Я понял, чему вы удивили. Вы представляете, вот это тело, которое на перине лежит, блядь, моется горячей водой. Вдруг попадает в войска и в окопе бегает и кричит. А где красненький, горячей водой? Где? Я не могу. Да, я помню, что я служил когда-то. Я служил в 76-78-е годы. Это тело, которое сейчас учится, оно не знает, как ноги помыть холодной водой. А то, что оно заболеет сразу. Как подмыться? Писюн помыть холодной водой не знает как. Подмышками тоже не знает. А вы когда служили, и я когда служил, в увольнении мы всегда сходили с чистой головой. Волосы были с иголочкой. Но мы мылись-то холодной водой. Мы знали, как это быстро сделать и не заболеть. И бри... Я извиняюсь. А это... И брились тоже холодной водой. И не вой, да? Многоразовый. А не одноразовый, как они сейчас хрен порежешься. Так что, много вопросов, конечно, к сегодняшней молодежи. Ну, нет, но, Сергей, я все-таки скажу, что молодежь, достойная молодежь сейчас есть, я вижу ее. Слава богу. Вот именно вот сейчас, когда началось вот это все противостояние, я не говорю за всех. Я не говорю. Есть очень много парниковых таких... И причем они зачастую нарциссы такие, прям вот, ой-ой-ой, не подступишься, слово не скажи, не дай бог чем-то обидеть, блин. Они даже там и... Как это? Обидишь парня, он тебе скажет, фу, противный. Знаете, я вам скажу, года три назад... Сергей, а то, что вы позволите, закурю? Да ничего, конечно, года три назад, я до СВО, я очень поздно перед Новым годом возвращался домой, ну и что, в 11 ехал. Смотрю, трое идут парней, и четвертого тащат так, ну пьяненькие. Город небольшой такой, 20 минут с одного конца в другой конец. Я останавливаюсь, говорю, ребят, садитесь, довезу вас. Они, не, отец говорит, ну у тебя нафиг, машину заблюет, потом еще... Я говорю, машину помойте, если что, к чему. Они говорят, помоем, я говорю, садитесь, довезу. Они сели, вот как вы думаете, о чем они разговаривали в машине? Ой, молодежь сейчас о чем только не говорит. Угу, о железяках, о сварке и о покраске этих железяках. Красавцы, красавцы. Я высадил их, домой приехал, жена говорит, ты где кобель был старый? Я говорю, ну вот, она, почему такой счастливый? Я говорю, ты понимаешь, что у нас молодежь есть? Есть. Она не поняла твой вопрос. Я ей рассказываю, ты считаешь, ну и что? Говорит, дура ты, говорю, старая, блин. Ты не понимаешь о том, что большинство, я не знаю, сколько там еще, а бабах, а водки, кто куда залез, кто чего, у кого сичку подержал, не подержал, трусы там, а эти, о работе, пьяные. Есть, я же говорю, есть, есть. А насчет СВО, на данный период уже статистику тут выложили, 600 тысяч прогнали через нее, ну то есть людей прошло. Мне бы хотелось, чтобы 3 миллиона прогнали. Мне бы хотелось, чтобы СВО продолжалось еще лет 5. Ой, не надо, вот Сереж, я понял вашу мысль, я прекрасно понял. А если вы скажете, что много народа гибнет, набейте в гугле или там где в интернете число пострадавших в ДТП в России за год. И все, и все встанет на места. Не такой большой процент там, ребят, гибнет, хотя гибнут, согласен, плохо. Но в целом для общества, в целом для общества, для страны. Знаете, как кровопускание раньше делали, что-то выходит. Я понимаю, да. Выпустить тухлую кровь. Но, Сергей, вот тут позвольте мне с вами не согласиться все-таки. Война, она всегда, ну всегда это плохо. Вы можете мне назвать год, один год, когда в мире не было войны? Не могу, почему? Потому что читал историю и знаю. Всегда! Такой факт есть, интересный. За 2000 лет описанной истории человечества, человечество, я имею в виду, в общем, в состоянии не войны за 2000 лет. В состоянии не войны находились 6 дней. Ну вот, видите как. Война всегда есть. Вы знаете, у меня разное отношение к разным ситуациям. У меня к Советскому Союзу одна претензия. Одна. Не то, что он там развалился, создался и все. В Советском Союзе меня учили в школе и говорили, что на нашу страну, на Советский Союз, там где я родился, вырос, напал немец и Гитлев. Так. Ну мне же врали. Мне врали наглую. А если бы мне говорили правду и сказали бы, на нашу страну напал бы и немцы, и французы, и итальянцы, и испанцы. Практически вся Европа. Тогда бы я, может быть, не ездил, не пил чешское пиво, не жрал колбасу в Германии и относился к этим скотам по-другому. А получается, что за 27-30 миллионов людей, которые погибли, ответила только Германия. И остальные все получили только пирожки еще от нас. Да, плюшечки. Хотя должны были все платить репарации пожизненно. А получается так, что о Германии взяли еще и сказали, да, забирайте ГДР. ГДР присоединили. Референдум надо было провести, надо было у людей спросить, хотите вы в Германию или не хотите. Ну, на тот момент, Сергей, когда произошло воссоединение Германии, они же там на ура это все воспринимали. Да на ура, без проблем, ура. А теперь-то встречаешься с теми же людьми, которые жили в ГДР. А теперь они говорят о том, что мы виноваты. А теперь они поскуливают. Не, они сейчас говорят, что это мы виноваты, что их соединили. Да. Так надо было у них спросить. Они, когда подумали своей башкой и сказали, да, тогда пожалуйста. Я вам скажу более того, Сергей, но вот сейчас этот вопрос мы можем с вами долго обсуждать. На тот момент, если бы у них спросили, Сергей, согласитесь, они бы сказали, да, мы хотим ФРГ. Не все. По-любому. Ну, не все, но большинство. Ради бога. Это ответственность за это решение на них. Понятно, это я понял. А теперь вот такой вот был референдум о сохранении союза. Вы помните этот референдум? Ну, это взяли и похерили. И похерили. И насрать им было на мнение людей. Собрались люди и просто... Я их считаю... И не один я их считаю такими. Я их посчитаю предателями. Я предателями... Ну, ладно, согласен. Да, они разрушили дом, в котором жили, поделили его пополам, заборы построили. Сволочи. А я предателями считаю еще категорию людей, которые в 90-е годы уехали из страны, не важно, это Казахстан или Россия, или еще... Или Узбекистан, или Таджикистан, или Грузия, или там... Уехали из страны в другую страну, забрав с собой жену детей, или мужа и детей, и отработав там 30 лет, сейчас 35 лет, задумываются о том, а не вернутся ли нам обратно? Вот это да. Это еще такое... Как это сказать? Такую привилегию. Такую привилегию, а это уже теперь, на сегодняшний день, жить в России, это привилегия. Я понимаю, прежде чем его спустить назад, а ты докажи. Нет, не надо ничего доказывать. То есть не пускать. Заплати. А, или заплати. Заплати. Налоги. Сейчас, минутку. За 30 лет. Минутку, на минутку, я вас слышу прекрасно, я себе чай хочу налить. Ничего. Заплати налоги за 30 лет, или за 33, сколько тебя не было. В казну государства, и приезжай, живи. Может быть и так, может быть в этом и есть какой-то смысл. Не, ну смотрите, я придурок, в 90-х годах имел возможность уехать, за лучшую жизнь. Я сказал, нет, остался в стране. Все эти 33 года трудился, строил здесь, работал. Прошел через эти самые лихие 90-е. Хорошо, прошел. В конце вроде появился маленький результат, вроде стало чуть-чуть лучше. И тут приходит из-за границы толстожопая дядя и говорит, я буду пользоваться твоими дорогами, я буду пользоваться твоими остановками, я буду пользоваться всем, чем ты тут настроил. А я ему говорю, подожди, это же мое. Он говорит, нет, я же приеду, я же, я же деньги привезу. А я ему говорю, ты деньги привезешь, но ты деньги эти будешь тратить на себя. А если ты эти деньги привезешь и потратишь на государство, которое потом отдаст людям, тогда согласен. А если на себя, тогда у тебя все. И дороги платные, и на остановке посидеть, пять копеек заплати, и в больнице заплати, и в торговый центр придешь, там будут продукты. Для меня огурцы 10, а для тебя 25. Ну, я утрирую все это. Ну, понятно, я понимаю, я поэтому и улыбаюсь. Вы знаете, как они срываются и говорят, вы что там, вы что, обалдели, что ли? Мы же, мы же россияне, у нас же там это пятое, десятое. Я говорю, вы обокрали страну, обокрали и предали. А обокрали, я говорю, мы что украли? Мы ничего не украли, у нас ничего не было. Я говорю, вы родились в стране, жена ваша родилась, вас в детский садик водили, платили за это государство, школа учила, институт учил, медицину на вас тратили, дети у вас родились здесь, и вы вот этот капитал человеческий собрали и отвезли в другую страну. и этот человеческий капитал там 30 лет пахал на другую страну. А сейчас вы хотите вернуться? Не надо. Они такие, вот, я говорю, а дети ваши, которые там выросли, получили образование, хорошее, здоровье, с женами, с детьми, пусть приезжают, мы им квартиры дадим. отработают в России 40 лет, квартира ихняя будет, меньше 40 лет, извините, отдайте обратно, не прижились. Но, всех подбывает, вот прям правда, знаете, такой, наступил период времени, когда можно правду в лицо говорить прям, и ничего за это не бояться. И вот, когда начинаешь ему говорить, кто он, некоторым, блин, не нравится это все. Ну да, это неудобные вопросы, это неудобная тема для разговора. Вот, как и преподаватели. Знаете, вот у нас преподаватели, любого ранга взять, в школе, в институте, вот вы можете мне объяснить, раньше 8 лет было образование, потом 9, потом 10, потом 11. В институте было 4 года, потом 5, сейчас 6, и говорят о 7. Получается, что программа-то, по большому счету, не очень-то и сильно поменялась, ну, базовые знания в школе. Ну да. А образование с 8 лет до 11, ни хрена себе, на 3 года, на 40% увеличилось. Значит, преподаватели на 40% себе добавили работенки, да? Ну, уровень упал в преподавание, к сожалению. Получается, что... Это да, это я вижу, потому что я... А вы могли бы вот назвать одним словом, результат работы учителя в школе? Результат какой? Ну, какой результат? Это знание? Ну, смотрите, вот смотрите, токарь, результат работы токаря за день. Ну да, у него есть выработка своя. Одна деталь. Одна деталь, предположим. Какими-то, такими-то, такими-то размерами, характеристиками. Угу. С токарем понятно. С водителем. Он должен проехать столько-то километров там, туда-туда-то. Понятно. А теперь у преподавателя, какой результат? Результат. А уровень знания поступления его учеников во вузы, но это сейчас уже умерло. Не везде. Не скажу, что... Нет, сейчас какой? Вот у них... А сейчас не знаю. Вот. Сейчас у них результат, слава богу, не везде, но очень часто это встречается. А сколько я заработал с этих учеников? У них результат норма час. Чем больше часов, тем больше заработал. Вот я про это и сказал. Сколько я заработал? А мне хочется, чтобы их поставили в стоило. Вот такие, как быка ставят. Здесь ограда и здесь ограда. Да, хорошо кормить, хорошо платить, но результат в конце должен быть осязаемый. То есть закончили школу, оценки, которые вы ставили, сложили на калькуляторе, разделили на количество, поставили 3,83. И если у тебя ученики из 30 учеников в классе, 25 поступают в высшее учебное заведение, ты хороший преподаватель. А если у тебя поступает 15, половина, тогда зарплатку мы тебе подрежем. Потому что ты не довел информацию, да. А он, ты не захотел их учить, они тупые, там еще 5,10, ну извини, заражать нужно людей. Такая работа. Результата. Результата в конце ноль у преподавателей. Ноль. Они сами себя проверяют. Вот что происходит. Вы представляете, если бы токарь с Будунища пришел, наточил деталь, в конце дня проверил ее, смотрит, у него там загогулина получилась, говорит, хорошая деталь. И в машинку ее вставили. Машинка разлетела. Вот так работают преподаватели. Да, к сожалению, да. Есть, есть моменты, которые в отношении образования тоже много вопросов. Почему? Потому что я вот, закончив школу в 75-м году, волей и судеб, вот, начал я заниматься. Да, кстати, я вам не сказал, я блогер, у меня канал называется Бабай. Я сейчас не на стриме, Сергей. Ну, ничего страшного. Я, я, я смотрю, встречаюсь с разным, вот о чем мы говорили ранее, в начале, что есть молодежь, но есть молодежь такая, которую я просто, у меня, то, что с ними происходит, у меня на голову не налазит. Я встречаюсь с молодым человеком, который закончил вуз, общаюсь с ним там 10, 15, 20, 30 минут, и я понимаю, что, закончив в 75-м году, школу, 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 я был умнее и подготовленнее к жизни. Нас учили так. Так вот, да, вот смотрите, ведь обучение это процесс, да? А вот научно-технический прогресс, он же должен процессы сокращать. Да. Ну, то есть, раньше на лошади ездили, сейчас на гиперзвуке летаем, процесс передвижения сократился кардинально. Да. Если преподаватель раньше брал учебник, писал ручкой, мелом на доске протирал, тряпку ходил, мыл, сейчас интерактивные доски он нажимает кнопки, все высвечивается, он доводит информацию быстрее. По идее, образование должно сокращаться, время доведения информации сокращается, то есть, усвояемость информации, усвояемость должна сокращаться, а она наоборот увеличивается. Получается, научно-технический прогресс не может справиться с этими педагогами. Есть, нет, здесь есть одно но, Сергей, здесь я с вами тоже еще поспорю, потому что, если вы вспомните нашу школу, когда мы учились с вами, когда был комсомол, когда была пионерия, не дай бог, не дай бог, я что-то не так сделаю, не дай бог мне, я там получу, предположим, у меня успеваемость упадет, меня так пропесочат, и мало того, я еще домой приду, и еще от отца получу, блин, по первое число, а сейчас что творится, замечание делает преподаватель своему ученику, и на следующий день приходят к нему родители и говорят, вы как посмели, вы почему моего ребенка обидели, есть же такое, и поэтому такая расхлябанность, откуда это все пошло, вот этот вопрос интересный, откуда это пошло, поделитесь, Сергей, есть такая связь, между бабушками, дедушками и внуками, это когда мама рожает ребенка, воспитывает его до 3 лет, кормит грудью, там или еще, и он начинает уже ходить, сам кушать начинает, а маме с папой нужно работать или других детей делать, и они этого ребеночка отдают бабушке, а бабушка, она в 20 лет дочку родила, дочка в 22 родила, еще бабушке 45, мужику ее бабушке, дедушке 50, 45, баба ягодка опять, все знает, все умеет, бегает хорошо, по дому все знает, дед 50 лет, мужик, который знает, как табуретку сделать, как гвоздь забить, что там, что правильно, что неправильно, жизнь прожил, им дает маленького человечка, и он этот маленький человек смотрит на общение бабушки с дедушкой, когда у них уже в семье, лад да покой, они же притерли друг другу, они смотрят, как ведется хозяйство, кто работает там, кто тут, кто с чем, он воспитывается бабушками и дедушками, а вот это увеличение образования до 11, и потом еще 6 лет институту, говорит о том, что до 27, до 30 лет детей нет, а если до 30 лет детей нет, это значит, бабушка, или там родила в 25, или в 20, потом в 30, ей уже 50, потом еще 5 лет прошло, 55, 60, а деду 70, и к ним привозят внука, елый, мне 70, мне бы тут дойти самому куда-нибудь, я уже старенький, уже все, а вот в 50, вы себя в 50 помните? Помню, конечно, еще и на девок можно поглядеть, там по сторонам, позавидовать, я и сейчас, я и сейчас на них смотрю, да нет, я говорю о другом, что как бы, 50, это не 70, это не 70, вот пропала, пропала связь внуков, и бабушек, вот до чего довели, генетически, или как это там, физиологически, люди как созревали, так и созревают, если раньше, мужик на Руси, брал жену, молодую, и шлепал детей каждый год, 5, 6, 7, 8, потом баба раз, не выдержала, померла, он брал вторую жену, и снова шлепал, и у него, 8-15, 13 человек, детей, все, крещение, для чего на Руси придумали-то, когда в воду ребенка окунают, в основном же, детей рожали в России, это как бы, сентябрь, октябрь, потому что зимой делать нечего, пьянки, пьянки, гулянки, всем остальном, детей заделали, а к сентябрю, когда и овощи есть, и фрукты есть, и урожай есть, и покушать есть, что вот тогда дети вот и нарождались, но это так, принято было, а потом наступает зима, ребеночек уже, 3-4-5 месяцев, встал на ножки, ну такой же, более-менее, и потом его берут, блядь, в чан с водой, фига-фига, три раза, на ветру, на морозе, высох, не заболел, выжил, будет жить, и будет крепкий, иконы, зачем церкви целуют, знаете, я догадываюсь, я догадываюсь, передача бактерий, есть ли у тебя иммунитет, против чего, передача бактерий, чтобы все быстренько переболели, чтобы иммунитет был крепкий у нации, ну все можно, блин, подвести, ну с точки зрения рациональности, а вы думаете, зачем маски придумали, вот эти, ковид, зачем придумали, маски на лицо надели, вы думаете, кто-то болел, просто, придумали эту херню, закрыть нос, и рот, чтоб не видно было, когда народ лжет, и улыбается, чтоб этого не было видно, как Путин в 22 году, за один день, и вылечил весь мир от ковида, сразу забыли, все, что там было, не было, все маски поснимали, все, на этом закончилось, а до этого самолетами закупали, воровали друг у друга, только того, чтобы закрыть лицо, сейчас спецоперация идет, да я понимаю, там бандиты бегают у нас по стране, но мне не нравится, когда наши, мои, войны, закрывают лицо, говоря со мной, по телевизору, или еще, вот это мне не нравится, то есть, или государство слабое, что не может семьи защитить, или они что-то бздят, ну, здесь можно по-разному подходить к этому, понятно, да, Сережа, вопросов много, да, и, к сожалению, от того, что мы с вами вот так поговорили, как относитесь к двойному гражданству? Знаете, я бы, конечно, блин, не знаю, я даже не знаю, как я к нему отношусь, я знаю то, что я вот 65 лет. два гражданца, два гражданца же не могут появляться одновременно? Два нет, не могут. Вы же все равно где-то рождаетесь, у вас граждан. Однозначно, да. Потом вы... Ну, в таком случае я, я гражданин без гражданства, потому что страны, в которой я родился, нету, блин. Нет, 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 вы же при развале Советского Союза не бросили Узбекистан и не переехали в страну, которая стала преемником Советского Союза. Нет, не переехал. Значит, вы приняли условия Узбекистана. Да. Значит, вы сделали осознанный выбор и получили гражданство. Ну, конечно, я в то время уже был взрослым человеком. Да. И вот, смотрите, вы принимаете решение переехать в другую страну. Вы гражданство должны сдать, а там получить или и это оставить и там получить. Я бы все-таки разрешил двое-дое гражданство. Вот в чем дело. По крайней мере, на территории странах бывшего СССР. Подождите. Я себя вот эти все годы, то, что после развала Союза, я себя от России не отделяю абсолютно. Я, вы говорите с точки зрения человека, у которого есть, допустим, два гражданца, и которые не хочется с ним расставаться. У меня нету двух гражданцев. Я к примеру говорю, а вы станьте на ступеньку у человека, у которого гражданство одно, он живет в той стране, а другие уезжают. Вот смотрит на них, ну, если ты уезжаешь, пожалуйста, уезжай. Он говорит, а я хочу гражданство оставить. С какого такого перепугу? Я хочу потом вернуться. Он говорит, да без проблем. В течение пяти лет, если не приживешься там, приезжай. А после пяти лет гражданство сдай. А вот так вы хотите? Ну, понял. Конечно. А потом, через тридцать лет, человек говорит, я хочу у тебя здесь жить. А вот тогда докажи теперь, что ты хочешь жить. А еще? Здесь немножко же по-другому работает, по крайней мере, у нас. Если ты получаешь гражданство, предположим, гипотетически, я приехал в Москву и получил гражданство, я тут же должен пойти в посольство Узбекистана, сдать паспорт и отказаться от гражданства. Отлично. Так и должно быть. И самое интересное, что если я этого не сделаю и приеду в Узбекистан, а здесь выяснится, что у меня два гражданства, это подсудное дело. Отлично. Молодцы. И я хочу, чтобы Россия такое была. А кстати, вот сейчас с этим СВО и со всей этой дверухой бомонда, вы понимаете, о чем я говорю. Это стало очень-очень актуально. А вот смотрите. Они в какой-то момент, самое интересное, мы возвращаемся к началу разговора, они в какой-то момент сказали, а, сейчас в России будет плохо, дай-ка я свалю. И не просто свалю, я еще оттуда, из-за бугра буду поливать грязью не только правительство и страну, но и людей. А теперь, когда чувствуют, что, да нет, в России плохо не стало, они опять назад захотели, а вот здесь вот уже, ребятки. А вот еще ситуация, смотрите, вот жил Советский Союз, жил себе, жил определенное количество лет, и потом в 90-х годах некоторые люди довели его до Цигундера. развалился Советский Союз. Эти люди, которые довели его до Цигундера, посмотрели на все это дело, жизнь хреново. И свалили. И свалили в Германию. К примеру, пожили 33 года в Германии, довели Германию до Цигундера, и задумались, а не вернуться ли нам в России стало хорошо. А не стоит ли России подумать, если один раз Россию до Цигундера довели, потом Германию довели до Цигундера, сейчас опять хотят приехать, что, опять через 30 лет мы до Цигундера доживем, можете их сразу не пускать? Может быть так. Может быть так. Ладно, спасибо за разговор. Вау, спасибо за беседу, Сергей. Желаю вас старым Новым Годом, счастливо. Всего хорошего. Надеюсь, еще раз встретимся. Всего хорошего. Как канал у вас? Бабай? Бабай, английскими буквами B-A-B-A-Y. Заходите. Да, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok